На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Как воспитать сына одной, сыну семь лет, без наказаний, криков и руганий? Если он делает, что попало, и не слышит то, что ему говоришь, я сама страдаю от того, что ору на него, но он не слышит и ничего не делает. Ну вот давайте мы этот вопрос разделим на несколько частей. Кстати, как воспитать сына одной, вы можете посмотреть на нашем портале, я отвечал на этот вопрос ранее. Поэтому вот на эту часть, как воспитать сына одной, посмотрите на Экзегетин в других моих ответах. А вот далее более серьезно. Женщина говорит, я сама страдаю от того, что ору на него, но он не слышит. Друзья мои, если на вас будут орать, что вы будете делать? Скажите. А тем более подставьте себя на место семилетнего ребенка, когда на него орут. До него будет страх возникать внутри. Это агрессия в отношении него. Он начнет бояться. А что делает боящий человек, чтобы хоть как-то себя защитить? Он закрывает уши. Уши. Он старается просто не слышать, что ему орут, потому что сам ор его уже всего подавляет. Понимаете? И он вынужден защищаться. Он просто и не будет вас никогда слушать, потому что вы орете. Это не просто недопустимо. Вы губитесь своим ором своего ребенка. А подрастет. Он вообще вас слушать не будет. Да, он будет уже более спокойно относиться к вашему ору. И знаете, вы можете дожить даже до такого момента, если сами вы не исправитесь, что когда вы в очередной раз на него заорете, когда ему будет лет 20, он двинет так, что вам мало не покажется. Никогда вы ничего не добьетесь ором, криком, руганием, не дай бог, еще матом, шлепками. Ну, я не имею в виду такой шлепок по попе семилетнего ребенка. А более грубую физическую силу вы получите то, что посеяли. Просто это произойдет чуть позже. И тогда вы будете говорить, ну, в кого он такой родился? Почему он таким стал? А вы его и сделали таким своим ором. Потому что это все есть не любовь. Это проявление ненависти, злобы к своему ребенку. Если вам не нравится это слово «ненависть», это уж слишком. Да-да, да, это начало ненависти, но это уже ненависть к своему ребенку. Какая же в этом любовь? А теперь вы говорите, что делать? Так ему всего 7 лет. А начнет, будет у него подростковый возраст, вы вообще будете страдать. И страдать будете уже не от того, что вы орете, а от него страдать. Вы в ответку получите. Воспитать ребенка. Вы знаете, как говорят? Это даже в психологии говорят. Что воспитывают не мама и не папа ребенка, а любовь, которая между ними существует или не существует. Поэтому в семьях, в которых между родителями есть любовь... А что ваш 7-летний ребенок вообще-то испытал? Вы одна. Значит, вы либо были в браке и разошлись с мужем, или вы родили ребенка вне брака. И ребенок уже, не зная отца, или, скажем так, не имея в этом возрасте отца, уже страдает просто от отсутствия отца. Вот. Поэтому, знаете, я могу сказать так. Во-первых, надо помнить то, что сказал наш святой, нами очень почитаемый Серафим Саровский. Спасись сам, и вокруг тебя тысячи спасутся. Если вы хотите, чтобы вас ребенок начал слушать, ненависть, можно только любовью победить. Только любовь побеждает все. Бог есть любовь, поэтому Он непобедим. Никаким сатаной, ни дьяволом, ни кем и ничем. Это невозможно. Вот если... И Бог не просто так нас призывает. Будьте совершенны, как Отец ваш небесный. Любовь – это совершенство всех добродетелей. То есть, всех наших качеств, свойств в нашей душе должна быть любовь. А любовь не терпит ора. С ребенком надо разговаривать, как с другом. Надо стать ему другом. Тогда он вас будет слушать. Слышать. И слушаться тогда. Поэтому займитесь-ка своими страстями. И с помощью Божьей, и своим трудом в меру ваших сил боритесь со страстями, со своим гневом. Есть для этого все возможности. Я сейчас о них говорить не буду, потому что просто обратиться к Богу – это тоже не совсем достаточно, потому что здесь есть разные аспекты, поскольку у вас, как я понимаю, уже состояние достаточно тяжелое. У вас эта страсть вышла, как говорят, за пределы разумного. Если вы на семилетнего ребенка орете именно. Не просто повышаете голос, а орете. Значит, вы не контролируете себя. Вот надо научиться себя контролировать. Подавлять себе чувство вот этого раздражения. В самом его зачатке почитайте. А вот, Дорофей, он прекрасно все расписал. Как с этим надо работать. И воспитывать надо самого себя прежде всего, а не ребенка. Ну, как вы, если себя не можете исправить, вы в чем-то можете исправить другого. Это невозможно. Надо стать свечечкой, свечечкой, да, которая вот огнем Божьим, Божьей любви. И тогда к тебе, как свече, ребенок потянется. Потому что вы его сможете обогреть, обласкать, то есть подарить ему любовь. Это у нас всех касается. Я не говорю сейчас об этом конкретному человеку, который написал. Потому что это проблема наша общая. Страсть днева, любимая страсть бесов, на которой играть мы очень все раздражительны. Ну, просто разница. Один борется с этим, и в результате постепенно, постепенно, пусть по чуть-чуть, но душа исцеляется силой Божьей, но при нашем старании. Поэтому надо заняться собой. И ребенок, видя, что вы меняетесь, что вы перестали кричать, повышать на него голос, вести по отношению к нему агрессивную, к вам потянется. Обнимайте почаще ребенка, говорите ему ласковые слова, читайте ему на ночь Евангелие. Рассказывайте ему сказки Пушкина, те добрые сказки, которые есть в нашей культуре. Молитесь за детей своих, старайтесь привлечь к ним любовь, сами становитесь боголюбцами. И все, Бог поправит все наши ошибки, которые мы совершили в отношении своих детей. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова